Сижу, смотрю на эти горы, на это утреннее Амарьево и думаю, красиво. Как раз и захотелось поговорить с кем-нибудь о красоте, Саша. А у тебя есть такая возможность? Нам стоит только с тобой встать, пройти на следующую площадку нашу. Конечно, пошли. У нас уже ждет наша гостья, которая... Хочу тебе сказать, что поговорить с тобой о красоте, на самом деле можно никуда и не вставать, а просто посмотреть на тебя, а потом вдвоем посмотреть вокруг. Но есть люди, которые разбираются в красоте профессионально. Безусловно, я думаю, что одна из них, наша гость, это Ольга Половкова, национальный директор «Миссис Вселенная» на территории Республики Крым и Севастополя. Доброе утро. Доброе утро. Ну, мы знаем, что грядет скоро какой-то большой конкурс, о котором хотим, чтобы вы нам и рассказали. Да, запускается впервые в Крыму конкурс отборочный на «Миссис Вселенная». Это конкурс называется «Миссис Вселенная Крым», при котором победительница поедет представлять Крым на «Миссис Вселенная» в Гуанчжоу 22 декабря по 1 января этого года. Международный уровень. Международный. На самом деле это очень масштабный конкурс, поскольку там, как правило, очень много стран-участниц. Вот позапрошлом году, когда я участвовала, было 84 страны, в прошлом году было 90 стран. Ну, то есть это такое неимоверное количество красоты, красивых женщин. Ты попадаешь в эту обстановку, ты понимаешь, что можно просто потеряться в этой красоте на самом деле. Какие критерии отбора? Вот что, каким критериям нужно соответствовать? Что-то отличается. Вселенная, мне просто интересно. Месяц, это для замужних женщин. А, месяц. Для замужних, да. Ну, во-первых, она должна быть не только красивой, она должна быть активной, социально активной, успешной женщиной. Она должна быть, вести какую-то благотворительную деятельность, общественную деятельность. Ну, то есть это не только оценивается красота с точки зрения каких-то норм. Нет, нет параметров, что должна быть такого роста, такого объема. Абсолютно. То есть женщина оценивается в комплексе. Как она ведет свою жизнь, отношения к детям. Очень важный момент на этом конкурсе. Рассматривается такой момент, в принципе, всемирного тоже масштаба. В рамках конкурса проходит форум на тему насилия в семье. Каждая участница должна подготовить доклад, либо ролик на эту тему. И очень много женщин, ну, как показала практика, действительно подвергаются насилию в семье. Потому что женщины, многие участницы рассказывали о личной судьбе, о личной травме в своей жизни. Поэтому, конечно, было такое, что все плакали, потому что на самом деле это невозможно слушать без слез. И поднимается такая тема, чтобы как можно больше с ней было возможности бороться. То есть, во-первых, чтобы была на слуху, во-вторых, чтобы принимали какие-то действия, да, непосредственно? Да, вот, допустим, в 2017 году, когда проходил конкурс в ЮАРу в Дурбане, перекрыли полностью центральную улицу. И мы с участницами целым шествием шли по центральной улице, там сопровождала полиция. И с хэштегом One Voice, с черной ленточкой, ой, с золотой ленточкой, прошу прощения, мы шли. Такой протест, и вот такой был знак, как бы один голос, я вот один голос ставлю против насилия в семье. Насколько сложно крымчанкам участвовать в этом конкурсе? Либо все-таки санкции здесь уже не влияют? Знаете, конкурс вне политики на самом деле. И вот я тому яркое подтверждение, потому что я представляла в 2017 году город Севастополь, российский Севастополь. Уже в 2018 году был представлен и Крым, и Севастополь. То есть это говорит о том, что нас признали, и я, в принципе, я выходила под российским флагом. То есть это было открыто, никто мне не говорил, что ты там, убери его подальше, например, или ты там как-то... Кроме того, здесь такого нет, да? Абсолютно нет. Ну, полностью конкурс вне политики. Спасибо вам большое. А я напоминаю, что у нас в гостях была Ольга Половкова, национальный директор Миссис Вселенная на территории Республики Крыма и Севастополя. Продолжение следует...